За год поиска мистики в Чикенгане у меня случилось много реально необъяснимых и жутких случаев, три из которых мы сегодня разберем и попытаемся понять, была ли это настоящая мистика или же редкий баг. Первый случай произошел больше года назад. Мы с моей командой строили какую-то постройку для фильма, и в какой-то момент к нам на сервер зашел игрок с глазами плачущей курицы, скином кота, а также синими наушниками. Запомните это. Сначала он просто осматривал наши постройки, после чего подошел к нам чуть ли не впритык и начал куда-то везти. На этом моменте мы решили его кикнуть с сервера, однако на этом история далеко не кончилась. После окончания работы мы решили поиграть в дуэли, однако один член нашей команды вышел, из-за того, что у него сел телефон. Мы просто сидели и дурачились в ожидании четвертого игрока, однако когда он зашел мы заметили, что это тот самый игрок с скином кота и глазами плачущей курицы. В страхе мы решили пересоздать сервер совершенно другим названием, однако история повторилась. Он снова к нам зашел. Причем все это время в войс-чате, в котором мы и говорили название нового сервера, было всего лишь трое. К нам не заходил четвертый человек. С программной точки зрения, этот случай никак нельзя объяснить, потому что в Чекингане нет системы аккаунтов, и в игре с нами никак не могли проследить. И никто из этих трех человек тоже не мог зайти со второго аккаунта, потому что ни у кого из нас его банально не было. Получается, это настоящая мистика? Не совсем. Во время этого случая в Телеграме был баг с прослушиванием войса. Проще говоря, ты заходишь в войс, но ты не можешь включить микрофон, другие члены войса тебя не видят, а ты можешь спокойно их прослушать. Так что, возможно, к нам зашел какой-то член команды, но ничего не мог сделать, и просто решил подключиться, посмотреть, что мы там делаем. Однако все еще остается вопрос. Во-первых, кто это был? Во-вторых, откуда он знал об этом баге? Потому что ни у кого не было этого скина кота с глазами плачущей курицей и синими наушниками. Соответственно, его надели, чтобы напугать нас. Так что, мистика это или нет, решайте сами. Следующий случай произошел уже относительно недавно на расследовании мифа о марионетке мира. В оригинальной криви-пасте говорилось, что при присутствии этого существа... ...выбудет еще чрезмерную тревогу, всплески страха в реальности и галлюцинации в виде собственных кошмаров. Проще говоря, у тебя начинаются головные боли и галлюцинации. Так вот, я зашел на карту, которая, по мнению моих зрителей, была самая тревожная. И спустя какое-то время я действительно начал видеть там силуэты. Но, ладно, померещилось. Накрутил в себя эти мифы. Однако, что вы скажете на то, что я увидел силуэт в реальной жизни? На тот момент я снял уже больше 30 охот. Еще никогда мне ничего в реальности не мерещилось. Померещилось именно сейчас. Именно на этой охоте. Маловероятно, что я себя накрутил, ведь я был настроен конкретно на мистику в игре. И никак не ожидал того, что какая-то тварь будет смотреть на меня в реальности. Да и опять же, это был первый случай, когда я увидел какую-то тварь в реальности на съемках. Ну и третий, пожалуй, один из самых жутких случаев произошел со мной во время расследования на Тул Чикен. Во время охоты я решил сделать несколько скриншотов, чтобы потом как следует их рассмотреть. Так вот, когда я их рассматривал после съемок, я заметил, что одна из бочек на карте Таун Трифул перекрасилась в черный цвет. Но черных бочек никогда не было в игре. Ни в предметах, ни на картах. Но вот что примечательно, в игре я эту бочку не видел и не замечал, хотя, казалось бы, она должна была бросаться в глаза. И тут сразу в голову приходит теория, что запись видит то, что не видит игрок, потому что это прописано в коде игры, да и вообще это не бочка от Тул Чикен там стояла. Но нет, это обычный баг. Дело в том, что во многих играх предусмотрена такая система оптимизации, что чем дальше от примета, тем меньше у него полигонов. Полигоны-то вот такие вот вершины на модельках. Но в Чикенгане эта система устроена максимально убого, потому что игра вместо того, чтобы уменьшать количество полигонов на модельках, уменьшает на них текстуры. И из-за этого возникают вот такие вот артефакты, то есть визуальные баги. Хотя может это все Тул Чикен была? Напишите в комментариях. На этом видео подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я пощу разный эксклюзивный контент. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, любите мистику.